Привет, друзья! Вы на канале Байтихлаб, с вами Аня, и мы продолжаем тестировать самые разные разнообразные автомобильные гаджеты. И сегодня речь пойдет о зеркале заднего вида. Первое автомобильное зеркало появилось в автомобиле Marmon Model 32 в 1911 году в США. Прошло более ста лет, и производители электроники стали предлагать зеркала с расширенной функциональностью. Я имею виду, конечно же, встроенный видеорегистратор. Именно такое решение представляет собой неолайн JTEC X27. Ну а что, идея хорошая. Нацепил такую штуку на штатное зеркало, и готово. И комфорт не страдает от того, что зеркало все-таки есть, и с установкой регика не мучаешься. Но если сам концепт хорош, то реализация может подвести. Поэтому давайте посмотрим, насколько JTEC X27 хорош на деле. Коробочка по видеорегистраторным меркам ого-го. Особенно резкий контраст в сравнении с моделью YDS31, которую мы тестировали в прошлом месяце. Если YDS31 сравним со спичечным коробком, то JTEC X27 по размерам аккурат сигаретный блок. Впрочем, это и понятно. Сразу остановимся на комплектации. Она здесь, если можно так сказать, расширенная. Здесь имеется и влагозащищенная камера заднего вида со своим кабелем, и внешний GPS-модуль с кабелем для подключения к видеорегистратору, и комплект крепежа. А вот эти хомуты обеспечивают дополнительную фиксацию JTEC X27 на штатном зеркале. Чувствуете, к чему я веду? Установить зеркало со встроенным регистратором в машину на словах легко, а на деле приходится попотеть. Пока разберешься со всеми проводами, пока все правильно разместишь и закрепишь. Ну, для теста мы, конечно, просто кинули кабели по салону, но если делать все по правилам, то рассчитывайте потратить не меньше половины дня. Камера находится в нижней части Neoline JTEC X27. Она может поворачиваться как вверх-вниз, так и влево-вправо. Так что подобрать правильный угол съемки труда не составит. С другой стороны, диапазоны регулировки могли бы сделать и побольше. Устройство рассчитано на практически стационарную установку, поэтому все необходимые слоты расположены сверху. Торчащие вверх провода нарушают эстетику меньше, чем свисающие вниз. Но все же лучше потратить больше времени на скрытую проводку, чем потом любоваться такой гирляндой над головой. Благозащищенную камеру заднего вида можно установить на бампер, над рамкой номера или за задним стеклом. Мы выбрали как раз последний вариант. Кроме того, ее можно подключить к плюсу фонаря заднего хода, тогда изображение с нее будет автоматически выводиться на экран при включении задней передачи. Возвращаемся к самому регистратору. Вверху размещен порт mini-USB, разъемы для кабеля внешнего GPS-модуля и камеры заднего вида, а также слот для карты памяти. Вся передняя часть представляет собой большое зеркало, в центральной части которого скрывается дисплей. Внизу ряд управляющих клавиш. Среди них кнопка питания, короткое нажатие на которую при работающем видеорегистраторе приводит к включению или выключению подсветки экрана. Клавиша входа в меню, клавиша включения, остановки записи. Центральная кнопка исключает из перезаписи текущий отрезок. Кнопка Down Mic используется для перемещения по меню вниз и включения-выключения микрофона при записи. Следующая клавиша переключает режимы работы, видео, фото или воспроизведения. Наконец, последняя кнопка позволяет переключиться между основной и дополнительной камерами. В плане настроек все предельно просто. По сути, необходимо лишь выбрать качество видео, длину роликов, настроить время и дату, при желании внести госномер автомобиля для отображения его в штампе видео. Также можно включить отображение штампа скорости. Зеркальная поверхность регистратора слегка тонирована. Это требует некоторого привыкания при езде днем. Вечером же ехать комфортнее за счет приглушения света фар, едущих сзади автомобилей. В целом же никаких неудобств замена штатного зеркала на Neoline GTX 27 не вызывает. Качество съемки фронтальной камеры находится на хорошем уровне. Днем вполне нормальная картинка, позволяющая без проблем разобрать номера движущихся впереди автомобилей. При езде в темное время суток на видео появляется заметное количество шумов. Читаемость номеров ухудшается. Однако происходящее на дороге рассмотреть не составляет проблем. Что касается задней камеры, то несмотря на довольно высокое разрешение, качество видео получается средним. Все видно и не более того. Причем картинка выводится зеркально отраженной. Итак, пришло время подводить итоги. Идея видеорегистратора формата GTX 27 не нова, но реализация в данном случае хорошая. Видеорегистратор удобно крепится на зеркале и надежно держится. В салоне он не бросается в глаза, но с установкой нужно повозиться, особенно если вы хотите все сделать правильно. По качеству видео Neoline GTX 27 ничем не отличается от своих собратьев в традиционном корпусе. Запись задней камеры может помочь при оценке неоднозначной ситуации, а при парковке в узком месте позволит оценить расстояние до стоящего сзади автомобиля. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ну а я поехала дальше снимать следующие обзоры. Пока-пока!